друзья всем привет спасибо что зашли на мой канал в этом видео мы приготовим песочное тесто сабле а также приготовим вот такие вот печенье из этого теста песочное тесто идеально подходит для создания тарталеток тарт для подложек под муссовые десерты также для обычного песочного печенья отличается она от обычного песочного теста тем что сюда в состав входит миндальная мука создание этого печенья нам понадобится есть нужный граммаж я оставлю в описании под видео также вы можете сделать паузу и посмотреть на экране масло и яйцо должны быть комнатной температуры обязательно просеянная так начнем приготовление теста и первым делом возьмите удобную посуду для вымешивания теста или чашу тестомеса как у меня и нам понадобятся такие вот насадки для ручного миксера вот такая вот насадка крюк и для такого комбайна вот такого плана насадка также если нет ни одного ни второго можно замесить тесто руками желанию это тесто можно сделать цветным для этого нам на этапе смешивания первой части продуктов нужно добавить сухой порошковой краситель к добавляем столько сколько хотите чтобы был насколько выражен цвет самого изделия было сказать сколько точно в граммах так как красители разные по-разному красят и соответственно никто не может угадать какой цвет вы задумали этому добавляйте тесто смотрите и уже на свой вкус выбирайте тон нужный для этого теста и готовы что после выпечки цвет немного станет более темным такое цветное тесто обычно делают для подложек под муссовые десерты очень красиво получается если какие-то цвета сочетать готовили посуду которой будем вымешивать тесто и теперь смешиваем здесь все продукты кроме яйца и этой муки где у нас ее больше все остальное добавляем сюда так уже вымешали теперь смотрим с другого тесто показываю у меня с такими вкраплениями ореха если будет светлая мука от кого не будет теперь к этому тесту добавляем муку которая у нас осталась а также яйцо и вымешиваем к однородности муку 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 вот такое липкое тесто теперь это тесто нужно спрятать пищевую пленку или какой-то пакетик и положить в холодильник приблизительно на 10 минут чтобы масло застыло и, соответственно, тесто было не липким. Итак, тесто уже остыло. Теперь я беру два куска пергамента. И этот один посыпаем немного мукой. Муки не нужно много, совсем капельку. При выборе пергамента обратите внимание, чтобы он был скользкий, так как попадается такой пергамент, которому очень липнет тесто. Теперь на этот посыпанный пергамент нужно положить кусочек теста. Я взяла половинку и накрыть вторым шаром пергаментной бумаги. Нужно раскатать до нужной толщины и нужной формы. Я обычно раскатываю до 2 мм. Тесто тонко раскатали. И теперь это тесто нужно переложить на какую-то ровную поверхность и спрятать или в холодильник, или в морозильную камеру, чтобы оно полностью остыло и с ним было хорошо работать. Достали тесто, оно уже остыло, и теперь очень быстро нужно работать, пока оно при комнатной температуре не растаяло, и сформировать то, что вы задумали. Либо тарталетку, либо же это подложка под десерт, либо же печенье. Если это подложка, тогда, например, можно воспользоваться вот такой вот вырубкой и с такими краями волнистыми. У них есть разный диаметр. Или же просто круглую, или стаканом обычным сделать. Печенье тоже можно нарезать разной формы нужной. Тарталетку там уже своя процедура. Я сделаю с помощью этой вырубки обычное печенье. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сняла уже все лишнее тесто с пергамента. Осталось только печенье. Теперь его можно оставить так, как есть на этом пергаменте. И уже переложив на лист для выпечки выпекать. Можно с помощью, например, ножа аккуратно снять и переложить на перфорированный коврик. Тогда будет очень красивый рисунок по этому печенью. Или же, если эта подложка под десерт, тогда можно накрыть еще одним перфорированным ковриком. Тогда это печенье будет ровным. И рисунок будет с двух сторон. Я оставлю все как есть, но хочу, чтобы верх был покрыт каким-то рисунком. Поэтому я беру обычное сетом и делаю вот такой вот узор. Переложила печенье на лист для выпечки. И теперь ставлю в духовку на температуру 150 градусов приблизительно на 10 минут. Время выпечки зависит от толщины печенья. Чем оно более толстое, соответственно, нужно больше времени. Поэтому смотрите по цвету. Цвет должен быть равномерно золотистым, если это вот такое вот тесто. Ну и, соответственно, если это цветное тесто, тогда смотрим по цвету. Если цвет начинает уже меняться, стает более такой коричневый, тогда уже достаем.